РАДИО ПРОФОРМУЛА Если ваша стихия – скорость Побеседуем Итак, мы продолжаем наши эфиры Продолжается первый соревновательный день Второго этапа чемпионата Украины по кольцевым автомобильным гонкам Сейчас идут вовсю квалификационные заезды И у нас сейчас в студии два новичка кольца Олег Воволко и Александр Демьяненко Которые уже отстрелялись по одной или по две квалификации Пока по одной квалификации Берите микрофоны, сейчас будем общаться Жирайр вышел из кадра для того, чтобы наши два героя были в кадре Единственное, что я скажу, что насколько я вижу по квалификации Олег Воволко показал восьмое время Либо же раз, два, третий в своей группе А Александр Демьяненко Я вижу, что проехал всего один круг Я так подслушал, какие-то технические проблемы Ну, собственно, давайте вам слово, рассказывайте, что там у вас было Какие впечатления от трассы Мы с вами еще на эту тему не общались Отже, Олеже також приеднуется Будет отчеркивать между собой микрофон Ну, и Жирайр будет вам задавать интересные и, я думаю, каверзные вопросы Начинаем с тебя, Александр Ну, могу сказать сразу, что трасса очень понравилась Было интересно попробовать что-то новое В принципе, все достаточно схоже Потому что большинство поворотов таки симметричные в разрезе Поэтому в большинстве поворотов вхід-вихід одинаковый И с нормальным напрямком руху Но в любом случае это было интересно Ну, а как автомобиль себя чувствует? Какие-то настройки принципиально менялись? Или все же настройки похожи на те, которые вы использовали против часовой стрелки? Зменивалось лишь на штуване коробки передач Зменивалось четверто-пятеро передачные пары По ходове ничего не изменилось Ну, это логично, насколько все повороты, в принципе, как я уже сказал, очень схожи Так, а что там случилось? Почему только одно коло? Есть проблема, скорее всего, с генератором, не дает заряду Траектории, больше как-то, вот едешь, едешь, думаешь уже в отбойник Но даже где выходишь, ну, супер, мне очень нравится Это вот реверс краще, чем обычное кольцо Ну вот смотри, четвертый, вернее, последний поворот получается очень ходовым И дальше идет прямая старт-финиш А после жесткое торможение перед протасовским поворотом Вот вы чувствуете всю мощь вашего двигателя на этот прямой старт-финиш? В принципе, да, воно разгоняется классно, но у меня еще есть проблема с отбойниками Потому что я не могу сломать эту точку, потому что швидкость велика И перед шпилькой нужно красиво зайти в поворот И у меня або я переторможу, або не доторможу И я просто мимо траектории постоянно проезжаю Дуже редко где-то попадаю, но еще надо тренироваться Олег, скажи, пожалуйста, каким образом ты вообще появился в кольцевых соревнованиях? Почему ты выбрал кольцевой автоспорт? Честно вам скажу, до этого я никогда не занимался ни картингом Ни где, не маю никаких, ни разрядов, ничего Это просто мое хобби Мне вот подобаются автомобили, мне подобается кататься И я даже даже на чайце на своем собственном автомобиле ни разу не выезжал Здорово Да, то есть у меня дебют был сразу же на бойовой восьмерке Ну и твои общие впечатления от кольцевых соревнований? Скажу вам, я когда первый раз принимал участь, я как-то думал, что это все, ну так, как-то не серьезно Но на самом деле все серьезно, очень нравится, подготовка, маршалы, ну честно, я попал в сказку И вопрос твоему напарнику по команде Касательно второй квалификации, да? Ты планируешь какие результаты вообще, ну продемонстрировать? Пытаешься ли ты, будешь ли пытаться навязать борьбу лидерам этого класса? Ну вот, например, Александр Иванович сказал, что благодаря новой траектории Те повороты, которые в прошлом, при другой конфигурации были, ну кто-то смог их быстро проехать, кто-то нет Теперь таких поворотов нет, просто априори И поэтому времена будут у соперников достаточно близкие друг к другу в квалификации Можете это подтвердить? Вот такой взгляд Ну, взагалі-то, можливо, и есть такое ощущение, что трошки легче ехать по этой конфигурации Ну, и мы всех запитываем, а запитываем и у вас, что вы думаете с приводу старта, сходу, а не с места? Чи это не лякало вас? Взагалі, можливо, вы зрадили? Саме так для вас новинка така будет? Ну, не лякало точно, в любом случае это будет интересно Зараз будь-який новый опыт, это интересно и полезно, поэтому я был только рад этому факту Ничего страшного в этом случае, Олеев ни разу еще не стартовал, попробуем, поддимемся Ну, собственно, ребята, спасибо вам за информацию, ждем вас на пресс-конференции завтра по итогам соревнований Бажаем успеху, хай счастит Радио Проформула, если ваша стихия – скорость Радио Проформула